Книга 20 лучших приемов Муай Тай. Узнай самые жесткие и эффективные приемы из древнего и современного тайского бокса Муай Тай, Муай Барана и Муай Чайя. Ссылка в описании под видео. Здравствуйте, спортсмены! С вами сегодня опять я, Варченко Виталий. Мы продолжаем мои видео уроки за здоровый образ жизни, за трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вы видели, мы вам такое показали. Сейчас я вам это объясню, все что это было. Как выполняется обманный хайкик? То есть, прежде всего, вы должны, ну, скажем, притравить противника на то, что вы бьете фронты. То есть, вы делаете фронт, противник его старается сбить или, ну, если вы делаете быстро, конечно, он будет его просто применять. Вот, он начинает сбивать. Когда я вижу, что он начинает сбивать его, да, рукой-то, старается сделать сбивочку, я показываю этот фронт, да, вот, я начинаю удар прямо, то есть, показываю ему на корпус. Но в последний момент я доворачиваю корпус и делаю удар в голову. То есть, вот этот сам момент именно должен быть у вас до ворота всем корпусом, для того, чтобы вы вложились в этот удар. Идет работа, нога поднимается прямо нога, то есть, по прямой, а потом, бам, сбоку накрывается по дуге. Выбрасывается нога, выбрасываете как на фронт-кик, а сами с корпусом доворачиваете хайки в голову. Подняли, бэм, когда противник начинает сбивку делать или опускать руку, это даже он может и не делать как сбивку. Но когда идет фронт-кик, обычно сразу, ну, поджимаются, пресс стараются напрячь или руки свести немножко вниз, да, локти сдвинуть, опустить. То есть, это все равно для вас в любой момент, да, раз, бэм, и сразу в открытое ухо получается удар. То есть, он проходит довольно часто, и если его хорошо наработать, именно с корпусом, со всем телом, то можно такой довольно серьезный урон нанести. Итак, вы увидели такой финт, может, вы не поняли, что происходит, но суть какая финта под локоть. Мы имитируем удар коленом, и естественная реакция противника, особенно новичков, ребят, это стойки, когда бьют коленом, сразу стараются опустить или две руки, или одну руку, и как-то встретить колено, ударить. То есть, когда мы стоим, я, например, бью, он сразу опускает. Он, ну, человек, то есть, он инстинктивно, у него такой инстинкт сразу блокировать. То есть, он старается руками сразу блокировать. То есть, это для нас, если вы в бою видите такую реакцию, конечно, вы это делаете не сразу, не с первого удара. То есть, вы ведете бой, видите там, человек, он руками старается реагировать, особенно у новичков, это на все удары. То есть, я бью прямой, он сразу руку выставляет. Я там стараюсь ударить, он выставляет. Я стараюсь, он руку, он все блокирует руками. Все, я вижу этот момент. И я теперь делаю колено, и я просто его показываю. Я не стараюсь вложиться, там, ударить никуда. Я просто с передней ноги, с левой, с правой, без разницы, можете под ту, под ту. Я делаю такой подшаг с левым коленом, то есть, имитирую как бы удар, немножко прыгаю на него. С левым коленом, сразу. То есть, оно неожиданно для него вообще это. Так раз, пошло колено, сразу оп, реакция перепуганная такая. То есть, я имитирую, оп, заставляю его опустить руки. И сразу своей левой рукой могу его руки прикрыть, могу сразу влететь. И правым локтем сразу влетаю ему в челюсть, в голову, в лицо, в челюсть, в висок, то есть, куда попаду. То есть, вот это наша главная задача. Коленом я убираю руки и сразу локтем наношу удар в висок. Очень эффективно. То же самое под правое можно. То есть, раз, бам, и сразу мы, если вы делаете под правое, у вас получается локоть передний. То есть, мы удар он опустил, мы опускаемся на правую ногу и сразу с ударом локтя режущий удар делаем. То есть, удар локтем у вас будет немножко, как бы, не чисто сбоку, а немножко сверху вниз. Такой режущий удар. То есть, и получается с передней ноги имитируем прыжок на колено. Просто показываем, он будет не сильный. Наша задача не колено ударить. Наша задача показать противнику и заставить его опустить руки вниз. То есть, мы имитируем и сразу локтем добавляем. То есть, очень эффективно. Левой рукой можно пригрузить руки. Его тоже такой один из важных моментов, если противник не до конца опускает руки. То есть, раз, пригрузили левой рукой, придержали его левую руку, чтобы он не вернул ее. Сразу, бам, правым локтем четко вставляем. Очень хороший такой финн. Часто проходит. Ребята теряются. Противник наносит правый прямой. Своей левой рукой мы делаем сбивочку вовнутрь. Очень такую небольшую, для того, чтобы рука противника ушла над нашим плечом. Своей правой рукой мы сразу хватаем затылок противника и подтягиваем на себя, одновременно нанося удар правым коленом в солнечное сплетение противника. Очень важный момент. Сделать сбивку не сильно, а так, чтобы она прошла между нашей головой и правой рукой над плечом. Для того, чтобы рука осталась у нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова